Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Жернакова представляет обзор литературы книжки про мальчишек, посвященной Дню Сыновей. Аркадий Гайдар написал замечательную повесть, которая называется «Чукки-гек». Обаятельные озорники Чукки-гек живут вместе с мамой в Москве. В один из обычных дней они получают телеграмму. Папа – начальник геологической станции, приглашает всю семью в далекий суровый край возле Синих гор, где он трудится. Кто же откажется от такого путешествия? Мальчишки уговаривают маму бросить все дела и поехать в гости к папе. Пока мама покупает билеты, Чукки-гек получают другую телеграмму, в которой папа просит немножко отложить отъезд. Но мальчишки не говорят маме о второй телеграмме, и семья отправляется в путь. Это приключение изменило Чука и Гека, научило их не обманывать, поддерживать друг друга и радоваться, несмотря на самые разные и не всегда приятные обстоятельства в жизни. Читая книгу Фазиля Искандера «Детство Чика», чувствуешь запах моря, вкус сочной мушмулы, жар летнего дня, волнение героев, страх боли, стыда и в конце огромное облегчение, что все благополучно разрешилось, и вдохновение посмотреть на свою жизнь глазами Чика. Главный герой Чик – оживленный, бойкий, мальчишка, лет 11, ни с чем не примиримый. Однако, несмотря на это, он все время стоит за честность, не задевает мелких, ценит и бережет друзей. Чик – дитя народа, вобравший в себя все положительные его черты. Он оптимистичен и тверд, объективен и честен. Внутренний мир Чика развит, и об этом говорят его поступки. Повесть «Остров Капитана» входит в цикл «Повелитель волшебных ключей». Она была написана давно, в 1977 году, но до сих пор остается книгой для детей на все времена. В этой волшебной повести маленький кораблик, сделанный из соснового полежка, попадает в сказочную страну, где по морям рыщут коварные пираты, а отважные благородные капитаны отправляются в опасное путешествие. За невероятными приключениями следит первоклассник Валька, тот самый, который смастерил кораблик «Мечта» и нарисовал карту с островами. А с ним добрый волшебник Алеша, хорошо знакомый всем, кто любит сказки Софьи Прокофьевой. Эта захватывающая история переполнена чудесами, забавными персонажами и неожиданными сюжетными поворотами. Здесь в термосе живет ворчливый джинн. Пират-белка мечтает найти себе друзей. Нарисованная ласточка приносит послания из сказки, а сам Христофор Колумб вспоминает, как когда-то открыл Америку. Все 11 лет своей жизни Мишка Потапов, герой повести «Степной ветер», прожил на хуторе, рядом с конезаводом своего отца. Но лошадей, как ни странно, боялся и обходил их стороной. Зато хулиганить и находить приключения на свою голову он умел виртуозно. Можно сказать, что в этом и был его главный талант. Но однажды отец привез молодого коня, белоснежного и озорного, как и сам Мишка. И что-то изменилось в нем. Он начал медленно и трудно взрослеть. В книге много солнца, ветра и свободы. Описание лета, степи просто завораживает. Зимой читать нужно просто обязательно. Сразу чувствуешь тепло. Читайте, наслаждайтесь и не раздумывайте. Автор – победитель конкурса «Проза года». Все будет в порядке. Совсем небольшая повесть. Написанная легко, просто, с большим чувством юмора и искренностью. Главными героями повести являются пятиклассник Володя и его школьные друзья. Вообще у Володи было два настоящих друга. Первый из них – Анатолий. С Анатолием дружба не раз проходила испытания на прочность. Но в дружбе двух людей бывают не только радости, но и обиды. И важно не поддаться этой минутной злобе, пересилить ее. Иначе оскорбишь своего друга так, что и не восстановишь потом дружбу. Были периоды, когда между Володей и Анатолием вставала красавица Зинка Крупина. И тогда Анатолий становился чужим и далеким. Володя чувствовал себя ненужным и отвергнутым. На это были лишь мгновения отчаяния. Когда Толя нуждался в помощи, Володя всегда вставал на защиту друга. Вообще этот мальчик умел дружить, быть верным и преданным. И это проявляется особенно в эпизодах, связанных в дружбе Володи со своим одноклассником Шуркой Абуалиевы. Есть в этом произведении настоящая душевная драма. Учительница посчитала Шурку умственно отсталым и чуть не отправила в спецшколу. Она мучила Шурку на протяжении многих месяцев, довела до того, что он полностью замкнулся, не мог отвечать на уроках, из отличника превратился в круглого двоечника. Но и эта история также разрешается хорошо. Повесть «Страшная тайна братьев Кораблевых» – это детектив о том, как братья-близнецы противостояли попытке бандитов захватить земли вокруг родной деревни. Казалось бы, ничто не могло нарушить спокойствие маленького села Архарова в российской глубинке. Даже озеро, на берегу которого оно расположено, называется Тихое. Однако все меняется, когда на соседней турбазе появляются городские бандиты и объявляют войну своему соседу – фермеру. У фермера Кутасова большое крепкое хозяйство. В это время, летом, братья Сашка и Колька Кораблевы работали у фермера. Недавно им исполнилось по 14 лет. И тут начальник охраны по кличке Нос предлагает братьям перевезти небольшой груз на другой берег, за что обещает им заплатить баснословную сумму денег. Но нужно все сохранить втайне. А братья Кораблевы смелые и честные. Им есть на кого равняться – на своих старших братьев, а также на отца. Три повести «Зеленые цепочки», «Тайная схватка» и «Тарантул» составляют трилогию о ленинградских подростках, участниках героической обороны Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Три книги – это шпионские детективы. Вокруг Ленинграда сжимается кольцо блокады. Фашистские захватчики пытаются прорвать оборону и взять город. Во время артиллерийских налетов ленинградское небо неожиданно взмывает зеленые ракеты. Ими вражеские пособники указывают цели для бомбежек – важные объекты города. Найти ее без вреда чпионов сотрудникам Комитета госбезопасности помогают обычные ленинградские мальчишки. Во второй книге «Тайная схватка» Враг готовится к штурму города. Найти и обезвредить диверсантов помогают те же мальчишки. Третья книга «Тарантул» Рассказывает о скором приезде в осажденный город опасного шпиона Тарантула. Писателю Альберту Лиханову было хорошо известно о жизни людей в нелегкие военные годы. Как и герои его книг, он голодал, ходил на занятия в холодную нетопленную школу, помогал взрослым, писал письма на фронт и ждал возвращения отца. Он говорил, на войне было трудно всем – солдатам и генералам, мужчинам и женщинам. Но детям было всего трудней. «Последняя холода» – это повесть о последних месяцах войны в тыловом городе, написанная в форме раздумий мальчика Коли, ученика третьего класса, отец которого сражается на фронте. Мама и бабушка стараются как могут прокормить его и одеть. Всем тяжело, но оказывается, что другим может быть еще гораздо хуже. Например, эвакуированным – тем, у кого нет рядом ни родных, ни знакомых. И вот мальчик, пытаясь хоть как-то помочь своим друзьям, совсем по-взрослому начинает размышлять о самом себе, о жизни, о родителях, о друзьях и школьных учителях. Вадьку с сестрой Марьей и мамой эвакуировали из Минска. Отец погиб в начале войны. И вот слегла с Тифом мама. Ее забирают в черные бараки, из которых уже никто не возвращается. Дети остаются одни, без карточек на питание, без средств к существованию. За помощью они не обращаются, боясь, что об этом узнает мама. Вадька попрошайничает в столовке. Ворует хлебные кусочки, чтобы прокормить себя и сестру. Голод везде и во всем. Желтом лице Вадима, маленькой Марьи, которая не может толком передвигаться. В их поступках и рассуждениях. Повесть «Последняя холода» является одним из наиболее драматических произведений о военном детстве, повлиявшем на судьбы детей и подростков. О послевоенном детстве рассказывает еще один автор, Владислав Крапивин, в своей повести «Тень Каравеллы». Но «Тень Каравеллы» – это еще и книга о мечте. У мальчишек-героев, Владика и Павлика, живших в городе, от которого до моря тысячи километров, была особенная мечта. Мечта о синем море, о белых парусах, о тугом ветре, пенном следе за кормой и дальних странах. На примере Владика автор пытается научить детей целеустремленности, смелости следовать за своей мечтой, не опускать руки, а также быть честным и порядочным человеком при любых обстоятельствах и никогда не изменять себе и своей мечте. Герои повести «Та сторона, где ветер» – Генка Звягин, Яшка Воробьев, по прозвищу Воробей Шурик Черемховский и Малыш Илька, по прозвищу Гонец, увлекаются воздушными змеями. Однажды в небе появляется белый змей. Он поднимается выше всех и не отвечает на сигналы. Разозленный этим высокомерием, Генка сбивает змея из катапульты и затем спешит к месту падения, чтобы увидеть его хозяина. А хозяином, оказывается, недавно приехавший в город Владик, потерявший зрение. И подружившись, Генка Двоечник, немножко озлобленный на весь мир парень, решает учиться хорошо ради того, чтобы стать врачом и вылечить Владика. «Бронзовая птица» – вторая книга приключенческой трилогии. «Кортик», «Бронзовая птица» и «Выстрел». Друзья-подростки Миша, Генка и Славка отправились в пионерский лагерь под Москвой, расположенный неподалеку от старинной графской усадьбы. Ходили слухи, что когда-то там был спрятан клад. Чтобы его найти, нужно разгадать тайну бронзовой птицы, скульптура которой сохранилась в усадьбе. Так начинаются новые увлекательные приключения закадычных друзей. Обе повести «Кортик» и «Бронзовая птица» изобилуют острыми ситуациями, захватывающими приключения. С первой до последней страницы повествование держит читателя в напряжении и делает его самого участником событий. Главный герой повести – горячий Миша Поляков, человек, верный своему долгу, но поступающий иногда опрометчив. Смешной, подчас наивный Вова Баранов, «бяшка», как называют его товарищи, и любящий прихвастнуть фантазер Генка Петров и углубленный в книге «Слава». Все они хорошо запоминаются и оставляют след в нашем сердце. Об их жизни и приключениях автор рассказывает с хорошим и тонким юмором. Они пытаются раскрыть тайну во имя справедливого возмездия. Бронзовые птицы, ребята, уже повзрослевшие, оказываются свидетелями преступления, в котором заподозрен хороший человек. Они расследуют обстоятельства убийства и в процессе этого расследования сталкиваются с тайной бронзовой птицы, раскрывают эту тайну и разоблачают убийцу. Очень увлекателен и замысловат сюжет повести «Переход». Он захватывает читателя буквально с первой страницы. Повесть написана в лучших традициях столь любимых нами авторов прошлого Стивенсона, Жюль Верна, Рыбакова, Катаева, Каверина. Михаил Соловьев – писатель, музыкант и композитор, ветеран МВД, много лет проработал в уголовном розыске. Стал и лауреатом международного конкурса имени Сергея Соловьева. Название книги, казалось бы, ни о чем не говорящее – «Переход». Что означает это слово? То есть перейти с одной стороны на другую. Да, переход в сюжете книги состоялся, но он был необычным и даже мистическим. И связано это с Байкалом, с островом Ольхон, загадочным мысом Рытый, шаманами и обрядами. И немножко о сюжете. В застегнутой непогоды юные рыбаки вынуждены заночевать на берегу Байкала. Под утро один из них находит засохшую лапку почтового голубя. К ней привязана колба с письмом. Колба запечатана сургучом, на котором есть цифры – 1911. Это послание вековой давности становится началом целой цепочки захватывающих событий, связанных с путешествием по следам пропавшей экспедиции, места древних поселений. Подростки и взрослые, которые решились на этот поход, даже отдаленно не могли представить себе, с какими неожиданными, таинственными вещами им предстоит столкнуться. Хотя 22 ноября неофициальная дата и история праздника «День сыновей» невелика, но это прекрасный повод поздравить сыновей, которые во все времена являлись защитниками и продолжателями рода. На них всегда возлагаются большие надежды, поэтому рождение сына в семье – всегда радость. Если вас заинтересовала тема книжки о мальчишках, то предлагаем вам рекомендательный список литературы. Продолжение следует...